Ого! Ух ты! Взлетел колокольчик. Ага, кто-то есть. Всем привет! Наконец-таки я приехал на речку Ахтуба. Долгожданная наша поездка. Будем мы здесь с семьей несколько дней. Приехали еще вчера вечером. Пока ставили лагерь. Я закинул две удочки и уже поймал двух крупных карасей. Клюет, клюет. Клюет. Что-то не похоже на карасинку. Ну да. друзья приехали пару часов назад на ахтабу закинул удочки вот первый первый карасик вылетел на горох такой плохой сколько грамм 800 до здоровенный карась пока отпускаем завтра будем рыбку собирать жарить чем пока пуска попался на горох такой карасик все крупные спасибо поклевочку на сегодня с утра встал по будильнику 5 часов утра раскинул также удочки на сезона с различным монтажом уже на них попался хороший ясь такой первый язык попался сегодня и два крупных карася карасик попался здоровья клюет король здоровый на кукурузку на волосе клюнул сожмыхом пока улочки стоят еще точки не закармливал решил взять в руки спиннинг покидать попробовать поймать хищника дальше покажу удилища какие монтажи я использую на сезона и дальше будем закармливать точки ждать рыбу так что не переключайтесь думаю видео получится отличное ну что пришло время перекинуть снасти потом буду за закармливать ведре у меня такая смесь кукурузу горох и нут и горох такой половинчатый все это залито миласой также у меня еще есть броженая кислокукуруза это попозже так на 3 удочки у меня в этом году взял на пробу тигровый орех на 3 удочку поставил тигровый орех вот так он выглядит пока тоже поклевок не было на эту удочку поклевки у меня были я даже поймал карася тут качестве насадки кукуруза монтаж со жмыхом на волос ставлю по 3 кукурузе вот однако кукурузка осталось так вот так насадка выглядит 3 кукурузы жмых тут у меня три горошины попробуем на кукурузу 3 кукурузки крупные честно сажу вот так 4 начало ткнем опа тут вроде круг есть клюнул и молчит сидит плотвичка сбогрелась тут такой же монтаж жмых и три кукурузы сейчас три горошины попробую также на волосы садить горох вот такой клубничный кажется с коноплей вот такие гороховые бусы получились так ну все удочки все перезакинул теперь можно и закормить точку больше всего кукурузу я высыплю чуть выше от этого места течение в эту сторону идет и чтоб постепенно зерна кукурузы гороха сносила течением ну и чуть-чуть пара кошка сюда тоже сыпану пока закормлю вот так с лопатки дальше потом позже соберу глины кота и шаров и шарами тоже с кормил что все покормили теперь ждем поклевочки я пойду пока позавтракай так вот такой первый карасик попал ну как первый не первый а самый крупный пока сейчас попробуем взвесить только мне кажется очень огромные таких на меня нет кило 30 я ловил побольше кило кило 200 лет он тоже огромный карасище так мы его оставим пожарим наверно пока в садочек отправляется так а попался он на такой монтаж жмых и на волосы три кукурузки также ничего трогать не буду закину так друзья сегодняшний вечер на реке ахтубы я решил провести с фидерными удилищами расположился я с удочками правее на своем месте ловить я буду на два удилища так пол что у меня по прикормки прикормка будет у меня состоять из двух пачек это миненко фидер карп и флагман грант большая рыба упаковки замешаю и плюс баночку консервированный кукуруза добавлю сюда же ловить я буду на консервированную кукурузу и также на горох специальный рыбалон еще в дальнейшем покажу приступлю замешивание прикормки глубина в точке у меня около четырех метров . будет недалеко от берега где-то метров 20-25 наверное кормушки поставил я 100 граммовые надеюсь держать будут поводки привязаны 016 миллиметров мельчить тут с поводками не нужно нередки случаи поклевки поимки сазанчиков они тонкий поводок не простят сколько тут мальков собралась прокидал я уже несколько раз здесь беспроводным халатом глубины все проверил остается сейчас заклипсоваться на этом месте и заклипсуюсь под бровку кормушку встал кормушку не сносит огромная кормушка держится в принципе можно и закинуть крючок десятый номер одно зерно кукурузы сразу же клюет какая-то мелочь густерка скорее всего будет мучить мелочь перейду на горов поклевочка дергает тут есть кто-то кто-то сидит караську хороший друзья карасик на волосе было три кукурузы такой карась ухты друзья поклёвочка отходил что очень нет уж она не искать мелочь чихонько нормально такая на карпу сработала поклёвочка была карась попался отходил прихожу тут дергать вовсю чихонько попалась небольшая такая чихонь сразу клеят поклевки какие надо наверно горох переходить сейчас всякая мелочь замучает справа кто-то клеят есть сопротивляется гнетко плотва крупная так наверно надо подсак принести и складывать рыбку в конце показать общий улов вот такой горох у меня сейчас попробую это закину Balance попробую на горох закину ухуухух ухуухух какая дерзкая рыба большой нам блин сошла я мою так или поклевку поклявочка кто-то сидит уже кто-то сидит кто-то есть у кого карась кто-то есть уже загибает кончик оба друзья отличная поклевочка чихонь чихонь по друзья кто-то прям сопротивляется поклев какая была врачить со стойки удочка не слетела кто же там есть такой язык такой язык о друзья вроде кто-то покрупнее наш карасик попался хорошеньких крупные есть зек такой есть кто там кто-то чихонь крупная здоровая чихонька о какая друзья кто-то на крючке это не пойму какое-то поведение похоже на предыдущую рыбу чихонь вторую клюет здоровая чихонька здоровая друзья кто там есть чуть-чуть удочку не тащил вот это да неужели сазан ого а карась испугался я думал сазан уже тоже хорошо вот такой карасик ух ты блин есть блин в лед вообще тихонько 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 подошел перезакидывать а тут кто-то дергается скорее всего на кара сидит да вон товарищ карасевич хороший крупный крупный карасик какой-то оранжевый дергал доброе утро друзья вторую ночь подряд оставляю закинутые снасти на ночь вчера это были две удочки на червя дендробена там по несколько штук на большом крючке было закинута вчера проснулся одна из удилищ наверное была поклевка и размотал леску завела в коряги сегодня на ночь оставил вот три палки стоят три макушатника и получается на крайнюю левую на на двух колокольчиков не было на крайне левую была поклевка скорее всего сазан и вот что произошло короче гонял он тут наверно долго все переплел стоит только на ночь оставить уйти спать вот такие вещи происходят я буду восстанавливать принес леску распутать тут бесполезно сейчас намотаю новую леску и закинул макуха стоял кукурузная странно еще куда-то два крючка делись как как они могли оторваться оторваться не знаю не знаю но и и а и 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 мы Звенел где-то колокольчик. На дальний колокольчик слетел. Что-то ничего не чувствуется. Ничего нет походу. Холостая поклевка. Друзья, сегодня я решил переместиться на другое место. Немного выше по течению. На этом месте у меня ночью стояли жмыховки. На одной из них была поклевка. Все перепуталось. Рыба не попалась. Думаю, что это был сазан. Поэтому решил сюда переместить пока карповое удилище. Четыре удочки. Стоят уже на сигнализаторах. Насадка ферментированной кукурузы. Берег такой крутой. Сразу глубина практически под ногами. Эхолот я здесь кидал беспроводной. Глубина в районе 5-5 метров. Вчера карповые удилища стояли около лагеря. Поклевок сазана я так и не увидел. Хоть и скормил порядка 10 литров кукурузы. Поэтому принял такое решение. переместиться вот в это место. Посмотрим, что здесь будет. Надеюсь, поклевки будут. Так, где-то срабатывал сигнализатор. Вот на 4-й свингер слетел. Кончик дергается. Скорее всего, карась сидит уже. Надеюсь, видно на камеру. Во, наяривает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держал. Кругленький какой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вчера весь день стояли у меня удочки на кукурузу Монтаж был такой же Жмых вот такой от Богуса И на крючке просто насаживал кукурузу Сейчас все четыре удилища переделываю Вот такой монтаж На крючке будет шуруп И попробую сегодняшний день половить на бойлы Кстати вон на жмых что-то дергает Колокольчик звенит Еле-еле Какая-то мелочь уже нам попалась Так что сегодня попробую на бойлы Потому что вчера было много карася Крючок загладывают они и попадаются Бойл двадцатый Опять он дергает Двадцатый бойл Красиво в рот Пролезть не должен Ну поклевки карася все равно не исключены Он будет просто попадаться на крючок Ну надеюсь Какой-то результат будет Короче говоря жду сазана Ух ты Слетел колокольчик Ага кто-то есть Блин шо сход что ли А не не пошел вон Сазан походу Походу сазанчик Походу сазан Как ходит Ага сазан Попался Хорошенький Хорошенький Есть Не зря Еще раз закинул Нажим их Сазанчик Не хочет сдаваться Не хочется чтобы ушел Поэтому не форсирую Аккуратненько вываживаю Давай иди Вот друзья такой вот Красавчик Супер Сработал Жмых сработал Сколок такой По два килограммчика будет Класс друзья Ставим лайки Только перезакинул на жмых И вот он попался Ладно отнесу пока в садок Класс друзья Я доволен Супер Так друзья Ловил вчера на фидер Вчера улов не засняли Сейчас достану Посмотрим Сколько я наловил то вчера Вот такой улов В основном одни караси Чихонь Ну и сазанчик Который я сегодня поймал Сейчас его взвесим Вот такой сазанчик Сейчас взвесим его Попытка номер два Взвесить Аккуратненько Держи Ну да Два триста Два триста Он нарывался Все друзья Ставим лайки Сработало 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 Оп Тут есть Карась Карась Небольшой Удочки Все закинул Макушатники Тоже убирать Пока не стал Надеюсь Тут все не запутается Теперь можно идти Завтракать Греть чайник Жарить яичницу И ждать поклевки А на речке Красота Тишина Колокольчик Дергается Какая-то мелочь Пытается Заглотить Жмыв Солнце Спряталось За облаками Пока нет Такой жары Но днем Она скорее всего Будет Будет Жарко И конечно же В дальнейшем Буду Опять закормлю Точку Пока есть Чем кормить Друзья Услышал Звук Колокольчика Вот Опять Сработала На ту же Которую Сазанчик Достал Колокольчик Висит На леске Кто-то Есть Перепутал С удочкой Карась Карась Хороший Хороший Крупный Но все-таки Жду Сазана Немного Конечно Расстраиваешься Когда видишь Карася на крючке А так Карась Неплохой Крупный Друзья Никогда не покупайте Вот такой Макушатник Это макушатник От фирмы Чайка Китай Заявлено 120 грамм В итоге На весах Дома Звешивал Реальный вес 56 грамм Если не ошибаюсь Ну и смотрите Вот Что происходит С крючками Вот Сазанчик Я на нее поймал Еще Поклевки Были Крючки Разгибаются Вот так Полная Фигня Друзья Кстати На вторую Поклевка Леска Провисла И дергается Друзья Дергается Артем Сейчас Вытащит Давай Чувствуется Рыба Ну какая Должна быть Вон она Ходит Туда Сюда О Как и Карась Тихо Сейчас мы Тя отпустим Аккуратно Оп Все Пошел Назад Друзья Кто-то сидит Дергается 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 Кто-то Есть Сопротивляться Начал Карасик Крупный Ну да Ну да Ну да Вот такой пришел проверить так на эту дочку вроде клюет дергает мелочь какая-то так у куда утащила карась бешеный они тут не карась это ясь крупный богу и йог отличный отличный есть попался здоровый хорошенький язык друзья поклевки какие на 20 бойл ходуном все ходит вся удочка ходуном тоже там ё-моё в корягу блин завела рыба в корягу все оторвал друзья пищит сигнализатор какой-то только что кстати я ее перекинул все продолжение они есть кто-то дергает кто-то есть товарищ карасевич плавающий бойл попался заглотил сейчас отпущу не дергайся блин резиночку одну сорвал попался львовый от ричарда королевская слива но брызгую я его так кукурузкой так друзья представляю вашему вниманию обзор лагеря нашего в котором мы прожили на ахтубе 2022 году начнем стоит наш автомобиль специально поставил его здесь перед палатками мало ли ночью кто поедет с дороги чтоб не въехал в нашу палатку случайно стоит автомобиль далее сразу мы видим в кустах это наш душ душевая кабина принимаем водные процедуры здесь далее далее артем висит освещение ночное каждую ночь включаем такой диодное освещение запитана она вот от такого аккумулятора есть возможность регулировки яркости аккумулятор этот от подводной камеры для зимней рыбалки в чемоданчике которые вот за неделю примерно одно деление заряд убавляется от от четырех возможных хватает надолго так далее переходим у нас тут раковина раковина осталась от предыдущих постояльцев в этом месте это наша ну и мусорка мусор мы тут не закапываем не разбрасываемся выводим весь собой чего и вам желаю потому что закопанный мусор в дальнейшем когда речка будет размываться берега все это унесет по течению дальше вот так что мышь пробежала веревку натянута вещь сушим вот такой бережок он же начат стирает уже артема кузнечик тут кузнечика поймал вот такой бережок речки прекрасное утро идем дальше ну что тут креслица у нас в тенечке ящики со всякими прикормками с банками с клянками удочки но и переходим к основному это две палатки от палатку нас используется как в качестве столовой и комната приема пищи также в качестве кухни иногда когда сильный ветер чтобы плиту не задувало готовим прямо здесь вот обычный полетон стол 4 табуретки в ящиках тоже еда следующая палатка шатер это у нас спальня спим на раскадушке надо на матрасе следующий это по приезду сразу вырыл яму в яме у нас термосумка стоит и специально мной собранной из пеноплекса такой короб в котором аккумуляторы холода ну и все храним то что портится все фрукты овощи мы его возможные напитки всевозможные напитки вот в принципе такой лагерь тропинка уходит уже на место на котором установлены макушатники он жила уже и повесила кепки который постирала вот такой лагерь у нас ах ты бы 2022 год прекрасное место повезло что она был свободным так как после нашего приезда тут уже много у кого желание много у кого желание возникало встать на наше место на тут было нами все занято вот еще такие вот хочу показать типы сигнализации используя заряжается от солнца датчик движения датчик освещенности поставив на стойку раз включив при малейшем движении если кто-то идет оттуда с той стороны освещение срабатывает вот у меня два таких стоит на автомобиле там на стойке но все думаю на этом обзор лагере я заканчиваю так прибежал я на писк сработала он то удочка он свингер мотается висит смотрю вон укушать никто дергает что то есть карась здоровый так но и пришло время достать вот удочку кто тут у нас дергал заходил есть тоже карась кормил эту вчера кукурузы горохом теперь карасей тут целое стадо какой здоровый здоровый карасич отличный карасик сработала какая какая сработала ой там и нажмых он это дергает ой нажмых куда ушла он в сторону вообще нажим их смотри куда в сторону вообще ушло да 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 ну так вот он ну вот он вот он сзади Вон, есть какой-то еще один такой сазанчик попался опять нажму их на макушатник сейчас взвесим его бежал сигнализатор сработал на удочка в итоге кило пятьсот сорок пять друзья поклевочка оба тот есть бешеный карась вот такой монтаж просто от 4 удилища стоят именно на этом удилище вот такой монтаж жмых поводок сантиметров 15-20 и плавающий бойл я просто не успеваю бегать россии один за одним кому нужны карасики вот такой монтаж рабочий сто процентов просто замучаетесь бегать вот 3 удочка у меня стоит именно с таким монтажом и вот друзья возникает такой вопрос два дня ловил я на удилища на карповые что только не пробовал в качестве насадки плавающие тонущие бойлы кукурузу горох на волосе на крючок различные монтажи монтажи со жмыхом ну и не было ни одной поклевки сазана сегодня первый день когда я ставлю макушатники именно днем потому что до этого в ночь я тоже один расставил и за ночь тоже была поклевка скорее все сазан потому что все перепутал он и сошел сегодня вот первый день когда я использую макушатники уже два сазанчика попались на карповые удилища ни одной поклевки вы видите сами они стоят тут же кидают в те же точки что и макушатники почему так происходит непонятно кормил кукурузой горохом вчера у меня тут же простояли эти же удилища на нас насадка была кукуруза на всех удилищах сейчас использую бойлы на каждом из удилища стоит жмых на коротком поводке бойл и поклевок нету ну кроме вот это удилище постоянно караси попадается тут плавающий бойл стоит я уже вам показывал до этого вот и вопрос нужно ли так заморачиваться тратить такие деньги понятно что я это удилище под эту рыбалку специально покупал на эти удочки рыбачья у нас под другие условия они покупались но все-таки для поездок вот допустим в Страханскую область как видно по сегодняшнему дню достаточно просто макушатников и нормальный жмых рабочий и все без улова вы не останетесь конечно же не попадаются не только сазаны но и крупные караси ясь попадался густера попадалось на макушатники что еще густерки все подряд а и подлещик попадался тоже так друзья принял я решение остается два дня нашей рыбалки на реке яхтуба решил отдохнуть замучился все эти дни бегать ноги уже болят постоянно сигнализаторы срабатывают бежишь так что решил я убрать все удилища я оставлю только макушатники с колокольчик буду приходить раз в полтора два часа проверять менять макуху на них короче решил отдохнуть последние деньки рыбалки наши здесь рыбки в принципе наловил так что решил я убрать удочки ну еще буду кормить тут ведре у меня кукуруза с горохом добавлю сюда же еще ферментированной кукурузы на крайнюю поклевочка и прикормки сыпухи еще там полно вон леска провисла пока пока рассказываю кто-то уже есть кто-то уже попался не никого нету поклевка была хвостая вот быстро растворяется работает хорошо но быстро растворяется так друзья пришли кормить она крайний он колокольчика нету клевала значит ой змея вам поперл смотри какая уж нету я голова такая желтенькая так все способа ничего нету если есть то какая-то мелочь карась порасями да карась пока вытаскивали тут смотрим а тут тоже колокольчик звенит давай вытаскивай кто там кто там кто там карась кто же да ну да вот он почему обычно обычная рожа так друзья сейчас будем кормить рыбку три пачки прикормки две банки миласы и замоченная горох с кукурузой зелененькая прям миласы туда прям сейчас будем кормить вот друзья пришел а тут везде 33 сработали смотрите один вон уже сам на берег выбрался еще тут происходит вообще не пойму что это такое перед перри запуталась отсюда куда туда ушла о что тут происходит ты там сазанчик ребята там сазан сюда я сазанчик похода сазанчик неплохой товарищ это он получается вытащил карася на берег из-за того что леска перехлестнулась потихонечку стравливаем их тихо тихо леска закончилась леску на этот оборвалась узел завязал еще к на крайнюю сработала тоже на средний карась тут сазанчик еще на слева на крайне тоже сработочка такой килограммчик 2 будет точно хороший сазанчик так 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 не хочет сдаваться да, с подсачник конечно нужно брать с собой с подсачником было бы попроще опа, хорошенький, блин, покрупнее самый крупный наверное ой красавчик какой, ух ты какой, супер друзья, супер вообще супер бомба, вот какой, сазаняка вот такой сазанчик сегодня попался, сейчас его взвесим наверное самый крупный за сегодняшний день так друзья, сейчас взвесим сазанчика, давай пакет аккуратно положите его включай дергается угадали почти 2 килограмм 480, самый крупный? пока самый крупный там еще одна эта, сработала еще может быть, еще один сидит на три надеюсь все спасибо за поклевочку отправляйся подрастать ну красавчик какой скупаем тебя давай плыви подрастай пошли за карасиком так идем, третий вытаскивать третий макушатник с подмогой да вон карасик тот которого сазан на берег вытащил барахтается сейчас так я не понял какая-то куда идет непонятно так а ну это первая а третий вон тоже висит непонятно пойдем, блин, что делать давай этого сейчас отпустим так это первая так это первая это первая вторая тоже так что вечерний закорм зря не прошел что есть что да есть карасик карасик тоже все три значит с рыбой оказались о нет этот подлещик а не густерка подлещик 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 маленький попался вот такой так друзья на первую сработка вон леска вправо кота тащила давай артем тащи колокольчик в сторону ну что есть что нет ну да есть рыба кто то есть ааа пошла в сторону да карась карась сейчас даже опущу сниз я вниз спушусь сейчас начнет беситься крякай чуть иди все до дальше такое пузырь CSV что там дергает Тут же слетел. Да, идем. Давай. Блин, наш колокольчик где-то. Блин, что нету что-нибудь еще? Ничего никого, ни фига покраска была такая. Ну что друзья, на этом мы будем заканчивать свою рыбалку на реке Ахтуба в 2022 году. Отличное место, очень понравилось нам. Улов неплохой в этот раз был. Все супер, погода нас не подвела. Вот такая красивая речка, красивое место. Супер. Ребенку тоже понравилось. Отлично, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч. Всем пока. Все друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok